Приветствую вас. Вот свой вопрос вы заканчиваете тем, что пишите, значит, разъясните мне всю картину, а то я уже голову сломал. И хочется, знаете, задать вам вопрос, а картину чего вам разъяснить? Ну вот вы спрашиваете, почему он пытается писать смс, потому что он не стесняется. Пейте вы второй вопрос, значит, почему он ничего не принимает, хотя хочет продолжения с вами. И оба эти вопроса, на оба эти вопроса можно ответить тем, что он был женат 4 года до вас, и после этого отношения с его бывшей женой прекратились. Понимаете, любой развод, это всегда травма, и мужчина переживает эту травму, как раз таки. Мы не написали, когда он его развелся, да, то есть вот просто вы в отношениях полгода, это понятно, то есть он был женат 4 года, тоже понятно, а вот сколько времени прошло от его развода до того, как мы стали быть в отношениях, этого не написали. Но в любом случае, в любом случае, 4 года женатой жизни для человека довольно много. Не самый большой срок, но и не маленький. И очевидно, что в силу своей чувствительности, в силу особенностей нервной системы, у мужчины выработалось вот определенные комплексы, которые мешают ему сейчас быть с вами более активным. Кроме того, у вас достаточно серьезная разница в возрасте, 12 лет. При такой разнице в возрасте мужчина вполне вероятно считает себя, ну, знаете, как-то вот недостойным вас. То есть, иными словами, мужчина просто-напросто не уверен, что подходит к вам. И боится, например, что вы молодая, он старый, и что в постели он вас не удовлетворит, и что вы радочаруетесь, и, в общем, его бросите, ну, и всякое-всякое такое. То есть, все у него, вот то, что вы описываете, идет из неудачного брака, и из его типа личности, его комплексов, его проблем, его переживаний, его страхов, и последствий его слабой нервной системы и чувствительности. Вопрос, который вам действительно, на мой взгляд, нужно задать, это можно ли его изменить? И ответ на этот вопрос будет таков. Да, можно, но только если он сам этого хочет. Если он осознает, что у него есть проблемы, если он хотя бы раздевался, готов работать с психологом, то его можно изменить. Не полностью, не кардинально, но что-то подкорректировать можно. Второе. Это вопрос в том, что вы, встречаясь с этим мужчиной, и, говоря о том, что он такой, в принципе, чуткий и заботливый, но в то же время, как вы его называете, тряпка, вы противоречите действовать на себе. В принципе, мужчина чуткий и заботливый, или, в словом, не хорошо ощущающий вас, в принципе, не может быть сильным и, в классическом смысле слова, мудистым. Потому что эти черты определяются в сильной нервной системе, отсутствием чувствительности, а это исключает чуткость и заботу. Поэтому вам нужно определить для себя приоритет. Либо вам все-таки нравятся чуткие и заботливые мужчины, когда вы берете инициативу в свои руки, не ждете от него ничего, и сами ему звоните, когда он вам пишет, говорите ему, так сейчас я тебе перезвонил, когда вы целуетесь, сами переходите к действиям. Либо, если вам все-таки нужно иметь мужчину более жесткого, более мудистового, более твердого, то вы, соответственно, ищите себе другого. Потому что в любом случае ваш мужчина кардинально иними не будет. Максимум, что он сможет, это может быть быть более открытым, более смелым. Но, опять же, допустим, дойдет у вас дело до секса, кто знает, может быть, в хромности его проявится и там. Вы, например, захотите какого-то разнообразия, но вам этого не даст. Тоже тут моменты, моменты такие. Если человек зашат, то его зашат, как правило, проявляется не в одном и не в двух моментах, а куда больше. И важно, чтобы вы это принимали, важно, чтобы вы понимали, откуда это идет. И либо вам какой-то человек нравится, либо вы его любите, либо вы хотите с ним быть, либо вы принимаете его и цените его. Либо вы не даете ему ложную надежду, побыстрее с ним расстаетесь и ищете себе другого подходящего партнера. Это ваше право. Вот так нужно вам и поступить. Сделайте выбор. Ну, вы можете, в принципе, полгода достаточный срок, вы можете сказать мужчине, что он вам нравится, что вы хотите с ним будущего, и что это будущее, возможно, только в том случае, если он будет более активным. И если он не может быть более активным, предложите ему обратиться к психологу, хотя бы вот так, вот как вы это сделали. Но может быть, может быть, это принесет плоды. Если мужчина хочет быть с вами, и он увидит, что вы реально ему говорите, что ему нужна помощь, он обратится. Мы ему поможем, и ваши отношения станут лучше. Если не обратиться, то, может быть, боится опять же, может быть, читает, что это бесполезно, может быть, думает, что это еще не важно. В том числе, вам, ну, например, принять или не принять его выбор. Если вы его не принимаете, то, соответственно, вам нужно расставаться с ним. А то, получается, что вы хотите по-другому сделать, поменять и переделать человека, которому недостаточно взрослым. Ну и завершить свой ответ я бы хотел вопросом к вам, почему вы выбрали себе такого довольно старшего мужчину, который старше вас на приличное количество лет, с чем это связано, как вы видите, свою занятие на ней дальнейшая жизнь, и не является ли это у вас проявлением чего-то связанного с детскими родительскими отношениями. Потому что, как правило, женщины выбирают мужчин постарше, именно если у них складывались определенные отношения с родителями. Выпускаю, что это просто ваш выбор, выпускаю, что у вас все хорошо, но, тем не менее, этот вопрос, как психолог, я не могу найти сторону и надеюсь, что это понимается. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! «Помогу»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!